на 2 марта в Ростове, где он уже объявил, что будет говорить о том, кто стрелял на Майдане, к ним образом отцепровался Крым, кто к этому причастен, и о самом Петре Порошенко, как он просился Гурия Казарова. Я думаю, что Порошенко решила перейти на этот прекрасный момент и рассказать что-то самому, и об этом в том числе. Но мне почему-то кажется очень, что он сегодня скажет, что он распускает Верховную Раду. Ну и, соответственно, мы тут для того, чтобы сказать о том, что нам без разницы, что он решает. У нас даже нет к нему больше требований, кроме одного. Отставка. Мы не хотим ничего, чтобы он больше делал. Пусть уходит по-добру, по-здорову, а дальше как получится. А если бы вы были среди журналистов, которых туда пропустили, какие бы вопросы поставили бы вы особо по Петру Порошенко? У меня столько много вопросов было ранее в стране, что даже, как он написал на страничке, герои небесной сотни и погибшие в АТО смотрят с небес, радуются, улыбаются за то, какой стала прекрасной Украина. Это уже шизофрения, по-моему, говорить об этом. Ну, то есть, после того, как он заявляет, что он был участником событий в Донецком аэропорту, когда киборги там воролись за то, чтобы не пяди своей земли не отдать, это тоже шизофрения. По сути дела, мы имеем дело с больным человеком. Ну, я не знаю, мы вот сегодня попросили плохо очень о нем не говорить, говорить так более-менее сдержанно, поэтому я не буду плохо, я говорю сдержанно. Вот. И, не знаю, я думаю, что нет вопросов. Какие вопросы? Вопросов нет, есть требования. Отставка. Все. Чек нас достал всех. Он достал всю Украину. И я сегодня могу поставить знак равенства между Порошенко и Януковичем, поскольку Янукович в самой нищей стране был, имел самое богатое, самое богатое свое мнение в Межигорье. А Порошенко на сегодняшний день в самой нищей стране, самый богатый президент. Но этим они выгодно отвечают за друг друга президентов Европы и мира. И, соответственно, не может, не может президент воюющей страны, не может торговать с оккупантом и с агрессором. Не может. Он это делает хорошо. Более того, он торгует с Приднестровьем, с непризнанной республикой, с которой у нас тоже запрещены все торговые коммерческие отношения. Потому что, ну, тоже вроде под санкциями, так же, как и Крым. Я нисколько не удивлюсь, если окажется, что Порошенко еще и торгует с Крымом как-то тайно. Что? Что еще? Сколько высоток граждан Украины, на вашу думку, разделяют ваши погляди? Знаете, если я скажу, что 100, наверное, буду неправа точно так же, как парахоботы, которые скажут, что 100% поддерживает Порошенко, тоже будут неправы. Я не знаю, сколько точно поддерживает, поскольку у нас нет объективных социологических опросов ни одного. У нас все опросы заказные, и кто платит, тот и заказывает музыку. И, соответственно, мы не можем иметь точных цифр, точных данных, потому что у нас все продажно в стране стало. Все продажно. Продажный президент, продажный премьер, продажные соцопросы, продажный ЦВК, продажный полностью парламент. Ну, это просто уже нет слов совершенно. Люди гибнут на востоке Украины каждый день. Президент едет в Мальдивы, отдыхает там от чужой фамилии, тратя 500 тысяч долларов. Потом едет в Давос, его жена одевает на себя это янтарное ожерелье, тогда, когда эта янтарная мафия процветает в стране. Когда НАБУ открывала дело про Зенблату, который занимается вот этими вот копанками янтарными и так далее, опустошая Украину полностью и понимая, насколько эта тема дративлыва, як это по-русски дративлыва, да? Она задевает, задевает, цепляет украинцев. И понимая это, нормальный, адекватный человек не одел бы на себя даже сережки с янтарем, честно говоря. Марина Порошенко едет туда, одевает такое ожерелье на себя, которое, наверное, тянет ее вниз даже по весу. Скажите, будь ласка, я колись сюда проходил, мне довелося показать свои документы, журналистские посвящения. Адже в улице было это перекрита вся. Озерните, за вами люди в черном, по-русски стоят. Мы приехали сюда в начале первого, и в начале первого была чудесная ситуация. Пришли маленькие дети сюда на экскурсию, в мистецкий арсенал, группа целая. Их туда не пустили, потому что в три часа будет начинаться пресс-конференция президента. То есть это нужно быть настолько идиотом, чтобы подумать, что... Это они из другого места приехали, мама, я уверена. Они, я уверена, из другого места приехали. Может быть, я не знаю, может киевляне, может нет, но какая разница. Ребенок не может бомбу с собой протащить. Это идиотство уже. Во всех видит шахида. Но это просто потом, когда проезжала здесь машина, открывали все люки. И человек со специальным зеркалом в этот канализационный люк, лез, смотреть, вдруг там бомба. Но это все, знаете, уже просто эти средства безопасности. А тут еще какой-то музычный мобиль ездит. Да, ни о чем. Он ездит по колу, а с его динамикой лунаем музыка. Вона так заглушает тут все, что происходит. Это, на вашу думку, для чего? Я думаю, что они ожидали, да. Они ожидали, видимо, что мы приедем сюда с музмобилем, мы будем что-то транслировать. Помните, когда начиналась акция нашей под Верховной Радой, был такой идиотский мобиль за пределами нашего лагеря, где был доктор Дурнев, который был против медицинской реформы. Он орал так громко, чтобы перебить людей, которые выступали со сцены. Это было по-дурацки совершенно. Вот этот музмобиль, который сейчас здесь ездит, по всей вероятности должен был просто встать рядом с тем, который бы что-то говорил, что не любит слуху и уху нашего гаранта. И должен был, наверное, какие-то песни Кобзона, я не знаю, какие песни любит наш гаранта. Вот за 10 минут я нараховав, 4 кола он сделал. 4 кола, он ездит вперед и назад. По кварталу, он квартал, вот туда-сюда по дороге, разворачивается на дороге, сюда, развернулся обратно. То есть это бесконечно. Ну, мы уже к нему привыкли, уже машем друг друга. В общем-то, вот так вот. Расскажите, пожалуйста, с чем вы пришли сюда? Привет, меня Евген Лукьянцев. Мы пришли показать Ворошенко, что он не наш президент. Мы еще, понимаете, без знаков идентификации, как завжди, они порушуют закон. Так звані в народе космонавты. Мы приехали показать Ворошенко, повернемося до вашего вопроса, что он не наш президент. Он должен показать, что сейчас он должен указать повноважение и передать в законный способ владу. И тогда правильные реформированные суды визначают уровень ответственности, который должен принести этот человек, который обманул нашу нацию, наш народ. Мы тут стоим с 12.30, достаточно прохолодно. Запрошуем всех принимать участие в мирных акциях. До речи, попередить в акциях, которые организовывают зрозумельные вам люди, известные вам люди, которым вы доверяете. Вот он едет, едет этот музычный мобиль, глушилка. Видите, он нам удовлетворяет машину, но это не наш музычный мобиль. Мы не договорились о подсилении звука, но они боятся. Это показатель того, что они боятся. Они не хотят нас слышать в звуко-подсилюющую технику нашу. Им не понравится то, что мы им говорим. А нам не понравится, что они за четыре года сделали. Поэтому они должны пойти и потом нести ответственность, естественно, обязательно. Никто не говорит, что они должны просто так пойти. Насправді, очень легко с реформованными правоохоронной системой досягти успеха в реформах в любом случае. Если бы вы были, я уже ставил вопрос Елизавете, если бы вы там были среди журналистов и могли поставить вопрос Порошенкове, что бы вы спросили? Я бы у него ничего не спросил. Я бы ему сказал, что это выставка. Ну, я хочу его спросить. Мне все понятно за эту человеку. Выключно сказал, причем поваги до него у меня нет. Я не знаю, потому что такой кредит доверия, который давали люди ему на этот раз, не было, мне кажется, даже у Ющенко. И за такой короткий период, не давши никаких результатов деятельности, кроме продолжения накопления капиталов своих, своих друзей, олигархов, эта человек для нации, для нашего народа не сделала, на жаль, ничего. И это мы должны исправлять, потому что нет, кому исправлять, кроме нас. Спасибо.